всем привет надеюсь меня хоть как-то слышно и сейчас я буду тестировать игровую мышку от logitech для начала я покажу как она в играх вот сейчас в настройках у меня в программе стоит например для игры mass effect белая подсветка и свой пресет программу покажу чуть позже сейчас запустим игру вот видите подсветка погасла программа в этом плане работает очень корректно я долго думал на какой игре именно показать в принципе я все игры которые у меня есть немного попробовал поиграть вот видите игра начала запускаться подсветка сама включилась и я решил что самый наверное неудобный для этой мышки это будет action rpg игры поскольку на самом деле я бы не сказал что это прям вот супер удобное решение такое что прям вот самое лучшее неспроста конечно кнопки делают обычно именно по бокам но вы увидите когда я буду играть то что приходится вот так вот тремя пальцами эти два пальца не очень хорошо помещаются вот тут получается держится в принципе нормально но не очень удобно в принципе в остальных играх которые я пробовал таких больших удобств не было но тем не менее я забил сюда 4 скилла можно бегать целиться стрелять и одновременно выпускать скиллы соответственно вместо цифр на клавиатуре так вот она уже почти загрузилась я сразу скажу то что это будет выглядеть немного по нубски моя игра в смысле поскольку я включил самый сложный уровень и специально выбрал персонажа у которых нет имбовых скиллов в mass effect 3 мне так нравится иногда играть вот собственно время записи чуть чуть сильнее подлагивает чем обычно пока соображать очень тяжело хотя я уже поиграл довольно приличное время с этой мышкой тем не менее все равно очень проблематично порой бывает пока сообразить но где-то часов пять отыграл сейчас покажу как можно контролить мне здесь есть оружие которое чередями стреляет и мне уже почти убили кстати но в принципе вот этим вот клавишами пользоваться гораздо проще я думаю в принципе достаточно вы видели что в этом в принципе не самый удобный на самом деле способ боковые клавиши были бы на самом деле на мой взгляд попроще поэтому если вы выбираете иной для игр то это не самый лучший вариант и куда более интересно выглядит фирменная по от Logitech для начала посмотрим сколько оно снимает времени при загрузке диспетчер устройств загрузка и вот оно в последнем включении оно занимало 866 миллисекунд это немало скажу и вам то есть это сопоставимо даже с некоторыми антивирусами и вот так вот нас встречает это по для начала но предлагает пользоваться настройками внутри самой мыши или пользоваться сохраненными на компьютере и отсюда начинаются самые непонятные вещи именно со стороны по дело в том что внутри мыши может быть сохранен только один пресет из настроек с тремя возможными комбинациями настроек для компьютера пресетов может быть сколько угодно поэтому очень странно что для одной программы все время предлагается три варианта все могу для одной программы переключая на кнопку мыши изменять набор кнопок соответственно при этом у меня есть разные программы которые могу забивать вот сюда символы взять добавить профиль написать ему имя найти саму программу вот он все экзешники здесь видит и когда этот экзешник открывается и когда он активный переключается вот этот вот профиль и внутри профиля еще есть три режима зачем эти три режима тогда когда и вот этих профилей может быть сколько угодно непонятно то есть абсолютно нелогичная схема и от вначале настроил мышку именно внутри самой мышки соответственно там всего три режима внутри режима надо все там скомпоновал все по уму сделал потом перешел в настройки компьютера и оказалось то что то что вот я настроил например один профиль под три программы это полная тупость потому что программу он переключает нормально то есть вот этот один профиль я сейчас вот закончу записывать и разобью на три профиля для каждого режима будет отдельный профиль потому что профиль он переключает автоматически режима надо переключать самому на кнопку может быть это где-то и пригодится я не знаю то есть например в гташке у вас один режим это управление автомобилем вы например можете на кнопку задействовать таб и у вас будет открываться радио или кью и можно будет менять оружие без помощи клавиатуры а например когда вы летаете на самолете можно переключить режим для управления самолетом хотя на мой взгляд управлять самолетом с клавиатуры проще но в других играх я в принципе не понимаю зачем нужно настолько много кнопок да есть мы шли где по 12 кнопок и по 20 кнопок я об этом не говорю в принципе 6 кнопок программируемых вполне достаточно при этом вот эти кнопки которые по умолчанию задействованы как переключение режима и переключение dpi тоже можно переназначить соответственно для игр я уже сказал что это не самый удобный вариант кнопок а вот именно для работы это очень классная вещь сейчас я вам например запущу аудиосити это программы для редактирования звука соответственно у меня в настройках здесь этого режима стоит три программы это vegas pro аудиосити и solidworks соответственно она автоматически переключает вот сейчас вы не видите но я вам говорю то что у меня мышка красного цвета но я помню что у меня режим именно для аудиосити желтого цвета поэтому я сейчас переключаю вот можете даже увидеть как это все происходит я переключаю так не увидите потому что это не та программа по умолчанию у меня стоит вот этот пресет соответственно тут нет ничего нельзя по умолчанию вот вот черный кстати подсветку можно выключить и цветов очень мало всего 7 цветов либо выключенная подсветка учитывая что здесь rgb светодиод это естественно искусственное ограничение количества цветов потому что можно было назначить любые я вам скажу что не хватает например рыжего цвета рыжий для игр отличный цвет вот но что есть то есть чего другого настроить нельзя когда я переключаю режимы в том профиль у меня меняются вот эти цвета и каждый из них можно настроить то есть вот у меня для аудиосити стоит желтый и что же у меня здесь стоит на этом режиме во первых это переключатель режимов на одну кнопку чтобы я мог переключаться между программами опять я скажу то что я раскидаю этот профиль на три профиля и эту кнопку я освобожу потому что мышка сама будет определять в каком я профиле без режимов здесь пауза при воспроизведении здесь с это на всякий случай я оставил для другого чтобы для другой программы чтобы не переключаться увеличить и уменьшить и в аудиосити очень криво это на control 1 и control 3 соответственно это очень неудобно или на alt 1 и на alt 3 не помню уже и соответственно удалить участок как-то в принципе работает вот например я пишу записываю 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 вот стоп чтобы мне увеличить без мышки мне нужно нажимать вот на эти кнопочки это неудобно соответственно вот кнопками мыши как работает дальше воспроизведение вот я воспроизвожу останавливаю нужный участок выбираю например выделяю там тишина или я затупил это часто бывает и беру тоже мышку удаляю очень удобно соответственно клавиатура мне для аудиосити уже в принципе не нужна намного увеличивается производительность и это хорошо потому что периферия должна обеспечивать удобство это касается игр и программ и прочего такого возможно интереснее будет это все выглядеть в solidworks ну мало кто знает что это за программа но в принципе все инженеры наверное в курсе что это за программа это саппор он запустился solidworks и сейчас я покажу какие кнопки здесь для чего использованы одна кнопка это удалять выделенные объекты другая кнопка это выходить из меню также есть кнопка control для выделения нескольких объектов ну то есть я нажимаю control и щелчком левой кнопки выделяя несколько объектов и нормализовать сейчас я вам покажу что такое нормализовать в принципе кто пользуется solidworks и так понимает о чем речь это идет на комбинацию alt 8 то есть максимально два удаленные две удаленные кнопки почему такую популярную вещь сделали такой комбинации непонятно вот например делаем мы детали и как всегда когда записываешь обязательно что-то идет не так но в том что у меня он почему-то не переключает режимы автоматически на работа я вот нажимаю на solidworks у меня его подсветки вижу то что включается режим вот этот вот то есть профиль соответственно будем разбираться что не так программа здесь стоит что не так непонятно пробуем я даже не знаю что попробовать вот так вот хотел сказать то что работает очень стабильно но вот впервые как раз на записи она меня и подводит ладно сделаем этот профиль по умолчанию даже вот теперь не знаю как вначале хотел сказать то что это супер удобно потому что не надо думать потому что в предыдущие дни она у меня стабильно работала но стоило только начать записывать и все понеслось не так конечно когда я вот сейчас поставил по умолчанию он у меня переключил корректно сейчас попробуем вот эту поставить по умолчанию нет переключать на то что по умолчанию несмотря на то что открыта программа в которой должен включаться другой режим ладно поставим пока тут чтобы я мог показать что можно этой мышкой делать вот например сделаем эскиз спереди если в solidworks нажать и вести то он автоматически убирает инструмент но мне так не нравится на самом деле то есть не продлевает линию я могу например делать вторую линию но вторую линию допустим сделаем так как мне нравится то есть когда нажимаешь введешь и вот он предлагает дальше делать линию соответственно мне нужна кнопка escape чтобы выйти отсюда нажимаю escape ну это вот чисто мои такие заморочки дальше вот выделим например все и кнопку удалить у меня есть то есть вот тоже часто я пользуюсь потому что удалять приходится периодически ну и теперь сделаем небольшой пролепипедик чтобы я мог показать что можно делать с выделениями вот например хочу я изменить внешний вид двух граней я беру зажимаю control ну соответственно кнопку мыши которая у меня отвечает за control и выделяю одну грань и вторую грань они обе выделены и я вот например могу изменить внешний вид граней я делаю их например из металла соответственно когда я буду рендерить вот эти две грани будут типа хромированные остальные будут просто как матовый пластик практически вот но это в Solidworks выделение объектов очень часто нужно например я хочу построить осевую линию через начало координат вертикальную что мне для этого надо мне для этого надо либо зайти в инструмент ось и потом начинать выделять те плоскости пересечения которых будут давать ось что в принципе долго либо я беру зажимаю control выбираю 2 и просто жму ось то есть он мне сразу предложил вот осевая линия соответственно это очень упрощает работу но опять таки меня не порадовал вот этот вот косяк первый раз он проявился и как раз в самый нужный момент когда я записываю чтобы я прям вам ух все свое негодование выложил поэтому я буду вот теперь вот я не знаю разделять этот профиль на 3 или нет потому что туда-сюда щелкать тоже извините неохота так ну и что я сделал для своего основного профиля который будет задействован во все так скажем в свободное время это такой можно сказать студенческий мод вот с копипастами соответственно что он мне дает во первых я также могу зажать control и выделять несколько объектов и вдобавок ко всему я их могу копировать и вставлять то есть скопировал например создал папку вставил ну и соответственно пошло копирование ну и также кнопочку удалить и изменение громкости к сожалению здесь не очень классно продумано вставление клавиш сейчас мы перейдем к меню как делать различные действия для разных кнопок здесь можно задать любое сочетание клавиш соответственно там например control shift escape и у меня будет выводиться диспетчер задач и можно менять имя которое будет отображаться вот здесь что еще есть можно записывать определенные действия также можно учитывать задержки можно делать чтобы эти действия были подряд соответственно можно сделать то что можно делать вот здесь то есть вводить текст например там играете вы и вместо того чтобы в чате писать там хорошая игра нажимаете кнопку он пишет хорошая игра дальше функции мыши это стандартные ее клавиши мультимедиа как раз тут у меня увеличение громкости специальные клавиши ну это всякие вот эти вот горячие комбинации самые популярные в том числе копировать вставить ярлык можно запускать программы функции можно запускать программы то есть ну может быть кто-то и через это будет ставить но именно ярлыки это интереснее и вентрила это чат я им не пользуюсь поэтому я не могу ну в смысле чат по разговору я и не пользуюсь поэтому не могу сказать насколько там что-то удобно или неудобно например вот составной можно например играть в карту метро в баттлфилд и поставить чтобы автоматически включался подствольник и стрелял потом ждал пока перезарядится подствольник и автоматически переключал на автомат например вот такие вот вещи можно делать чтобы подряд несколько умений то есть как комбо делал и прочее такое ну это в других играх и насчет неудобств например здесь кнопками увеличения и уменьшения громкости добавляется только 2% если я зажимаю клавишу оно не идет дальше то есть мне надо постоянно тыкать и каждый тычок будет просто 2% соответственно здесь есть параметры повтора я могу сделать так чтобы нажал и оно будет с определенной цикличностью мне повторять нажатие клавиши например если вы хотите из полуавтоматического оружия стрелять например по одному выстрелу чтобы это было с минимальной задержкой до восстановления положения ствола то есть вы на самом деле зажимаете клавишу а стреляете одиночными с максимальной скоростью вот такие вот например возможности а например для мультимедиа я не могу этого поставить какой комбинации клавиш увеличивается громкость я не знаю то же самое про некоторые другие возможности соответственно было бы логично если бы параметры повтора были во всех меню ну или хотя бы там где задаются какие-то функции именно клавишами но далеко не все эти функции задействованы при режиме создание настроек именно внутри самой мыши видите тут меню стало гораздо меньше и вот здесь всего три режима теперь посмотрим что можно назначить только стандартные функции и сочетание клавиш также здесь в едином меню стоит частота опроса и переключение чувствительности собственно выбирать практически любое положение либо вводить его вручную здесь в данном случае при сохранении на мышке можно задать только четыре положения при использовании компьютера можно выбирать количество положений и чувствительность соответственно присутствуют и другие настройки то есть то что хранится на самой мышке очень сильно обрублено это скорее всего маркетинговый ход потому что не так сложно выделить чуть больше памяти память не такая дорогая и разница там 30 килобайт или 1 мегабайт не такая большая но на 1 мегабайт поместится уже куча возможных настроек учитывая например то что цвет задан 8 цветами то есть это 3 бит информации соответственно тут нет ничего такого чтобы занимало большие емкости именно внутри самой мышки поэтому это откровенно нас в общем ограничили чтобы те кто хочет больше возможностей покупали более дорогую мышку мышка в принципе для моих задач она хороша вот опять же таки если бы не глючило это по видео до этого она меня полностью устраивало то есть я уже решил то что я разобью все на профили разные и она будет сама мне все переключать а ускорение удобства работы действительно намного выросло я и взял мышку именно для того чтобы забить на клавиши те действия которые приходится выполнять на клавиатуре то есть отвлекаться на клавиатуру отвлекаться на клавиатуру теперь не приходится но и работать нормально это не работает я сейчас перезагружу компьютер наверняка это пропадет потому что собственно первый раз проявилось но вот тоже имейте в виду я в принципе текстом напишу еще поверх видео и спала это вещь или нет это этот глюк но все равно неприятно в общем мое мнение вы поняли я покупкой рад но если бы я покупал ее именно для игр ну не знаю скорее всего был бы так не очень рад так что мышку советую не всем но кому понравились те возможности которые она дает определенная это хорошая мышка много кнопок сама она удобная лежит в руке хорошо по столу ездит очень хорошо по коврику не знаю скорее всего тоже неплохо в общем всем пока